Ну что, друзья, коллеги, я всех приветствую. Сегодня подошло время ко второму звоню занятию. Наше занятие называется «Заработок на арестованном имуществе». Сегодня будет очень много информации по времени, примерно минут будет на 15. То есть в первом видеовводном вы ознакомились, да, то есть теперь уже начинаем более погружаться как в теорию, так и в практику. Чего бы мне хотелось сначала начать. Да, то есть давайте повторим, в принципе, какие у нас есть способы заработка на арестованном имуществе. Итак, мы можем выкупить лот для себя с целью экономии. То есть у нас есть свои собственные средства, и мы можем выкупить его для себя дешевле рынка. То есть это с целью экономия сэкономил, значит заработал, да, то есть, ну, я считаю, что это тоже капиталовложение. Это очень круто, что мы можем купить где-то дешевле не рынка. Дальше. Выкупить на свои деньги и продать дороже, да, то есть, ну, это понятно. Выкупить для клиентов за комиссию. То есть что это значит? К примеру, мы нашли квартиру, да, то есть мы нашли квартиру, она очень классная, но у нас своих денег вообще никак нет. Так вот, мы можем выкупить для себя, то есть для клиента за комиссию. То есть мы можем выкупить нижние рыночные стоимости для него и при этом при всем взять свою комиссию. Этот способ называется агентский, и он без вложений. То есть я своих учеников учу работать именно агентским способом без вложений, потому что, в принципе, свой капитал, то, что у меня есть, я заработала вот этим способом агентским без вложений. И продолжаю сейчас так работать. Дальше. Помогать партнерам участвовать в торгах. То есть очень часто партнерам нужны консультации, либо бывает так, что партнерам они не успевают участвовать, нет аккредитации, то есть им нужен человек, который за них все это сделает, и вот здесь вы тоже можете это делать. Вы можете выкупить готовый бизнес и развивать его, и выкупить объект для сдачи в аренду. Но, я думаю, с этим все понятно. Я хотела именно сделать акцент, что выкупить для клиентов и взять свою комиссию. У нас есть общий порядок действий брокера. Давайте с вами его разберем. Какой у нас есть общий порядок. Первое. Находим выгодный лот, который продается на торгах, естественно, ниже рыночной стоимости. Дальше. Помимо того, что мы нашли, нам в голову что-то сбредило, что он ниже рыночный, мы должны его тщательно проанализировать. То есть не только экономическую выгодность, но и юридическую безопасность мы тоже это должны проверить. Следующее. Определить стратегию. То есть для чего мы выкупаем. Да, то есть для себя, для инвестора. Как монетизируем, сколько мы на этом заработаем. Готовим документы, подаем заявку на участие в торгах. Выигрываем лот, оплачиваем, переоформляем его. И монетизируем, соответственно, с тем, что мы выбрали. В чем состоит у нас суть стратегии. То есть, в принципе, для чего они нужны, для чего мы их с вами разбираем. То есть нам важно понять, что вы выкупаете, да, то есть какой вы лот выбираете. По какой цене, для кого, для себя или все-таки для инвестора, да. То есть сколько мы на этом заработаем. Ну понятно, какой по цене мы продаем. Как выбрать лот? Да, то есть, ну такой интересный вопрос, наверное, который, в принципе, каждый может задать. Как выбрать лот? Первое, что необходимо, это регион. То есть мы выбираем регион, в котором мы с вами хотим работать. Я, например, нахожусь в Томске. Я работаю в Томске, но в Томске я выезжаю на осмотр. Но, например, работать земельными участками я могу абсолютно по всей России, потому что там много знаний и умений, да, то есть проанализировать не требуется. То есть, да, у меня есть лайфхаки, как я анализирую земельные участки, как я их проверяю, но тем не менее, то есть земельным участком можно работать, например, по всей России, а вот с автомобилями, ну вот уже нет. Тип имущества, да, то есть мы смотрим, то есть где мы компетентны. Например, кто-то работает с машинами, да, то есть у него бизнес какой-то, ну там, перекупщик. Он и выбирает машину, да, то есть мне ближе работать с недвижимостью. Это жилые, нежилые объекты, земельные участки. Если вы ничего не понимаете, да, то есть в этом, то привлекайте консультантов. Если вы не хотите, ну там, привлекать консультантов, то привлекайте ваших инвесторов, чтобы они ездили, смотрели. И самое главное, лот должен быть дешевле рыночной стоимости. Как у нас проходят торги по арестованному имуществу, да, то есть как проходят торги по арестованному имуществу, давайте, наверное, с вами поговорим об этом. На самом деле сложного ничего нету, и у нас есть всего две формы проведения. То есть это торги онлайн и торги оффлайн. Давайте с вами разберемся, в чем же все-таки у нас состоит разница между этими двумя торгами. Оффлайн торги – это когда вы вживую готовите документы и вживую участвуете в торгах. Что значит вживую готовите документы? Это значит, вы их распечатаете, собственноручно подписываете и отвозите на адрес организатора торгов, который он указал в аукционной карточке, да, то есть в извещении, можно так еще сказать. А когда будет сам уже аукцион, вы вот вживую, там вот так же, как в кино, путем поднятия карточек, приезжаете на адрес и вот там уже вживую участвуете. Онлайн торги – это когда вы берете такую вот флешечку, она называется электронно-цифровая подпись, она может быть абсолютно любая, ну, то есть может быть у любого удостоверяющего центра вы можете ее получить, но выглядит она примерно как флешечка. И вот при помощи этой флешечки, при помощи ноутбука, интернета вы участвуете в торгах. То есть дистанционно это еще по-другому называется. Аукцион у нас делится на два вида, то есть это открытые аукционы и закрытые аукционы. Но в торгах по арестованному имуществу у нас нет закрытого аукциона. Закрытый аукцион – это когда мы не видим цены, которые поставили участники, то есть это называется закрытый. Хотя в регионах еще можно встретить. Открытый аукцион – это когда мы видим цену конкурентов, а конкуренты ставят нашу, ну, то есть видят нашу цену. То есть мы видим, сколько поставил наш конкурент, и мы можем эту цену перебить. То есть в закрытом аукционе такого нет. Дальше. Ну и в принципе, что такое аукцион? То есть аукцион – это когда начальная цена фиксирована, и все борются за то, что кто выше цену поднимет. Вот это вот называется аукцион. Дальше. Начальная цена. Начальная цена – это когда вот она установлена, установлена, я не знаю, например, судебным приставом, исполнительным банком. То есть, например, квартиры установили цену, по такой цене ее выставили на торги. И шаг аукциона. Шаг аукцион – это сумма, на которую у нас поднимается цена. То есть она обычно всегда либо 5%, либо в сумме ее выражают, эту сумму. То есть это называется шаг аукциона. Это тот процент, либо та сумма, которая поднимается от начальной. Вот начальная миллион, например, миллион 50 тысяч, миллион 100 тысяч, миллион 150, миллион 200 и так далее. То есть это называется процент, либо по-другому шаг аукциона. У нас есть несколько этапов торгов, то есть по продаже арестованного имущества. Давайте именно разберемся с этими этапами. Итак, когда у нас имущество выставляется на торги от приставов, то в этом случае, неважно рыночную стоимость, как оценили имущество, то есть по залоговой цене, либо пристав сделали, у нас прям рыночную стоимость. У нас, как только имущество выставляется на торги, с первых торгов у нас оно уже дешевле рынка на 20%. То есть сделали оценку, уже на 20% дешевле выставили на торги. Это по закону у нас, поэтому мы, в принципе, здесь покупаем имущество ниже рынка. То есть это само собой объясняет, что на 20% в любом случае дешевле рынка мы можем купить. Это первичные торги. Первичные торги – это когда имущество первый раз выставляется на торги. Как только имущество первый раз выставили на торги, и далее уже, смотрите, никто имущество не забрал, цена еще снижается и выставляется еще на повторные торги. То есть на втором этапе цена снижается еще на 15%. То есть получается минус 35% от рыночной стоимости. То есть это то, что мы можем купить в реальности, вот в абсолютно в любом лоте. То есть минус 35% от цены мы можем купить квартиру. Ну, представьте, например, если квартира стоит по рынку миллион рублей, а на торгах она как минимум стоит уже там 650 тысяч. То есть 35% – это достаточно такая весомая сумма. Теперь, где мы с вами будем искать эти лоты, то есть те самые лоты? Ни для кого не секрет уже, наверное, и кто разбирался, что мы будем обращаться к одному и тому же источнику. Это торги GoFru. Это официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. При этом, при всем, да, то есть данный сайт торги GoFru, это муниципальный сайт, это государственный сайт, здесь проходят государственные торги. Но, тем не менее, имущество от приставов, да, то есть то, что уставляют приставы, оно у нас располагается, прячется именно в этом сайте. Давайте еще раз поговорим. То есть это государственный информационный ресурс, это государственный сайт, где публикуются извещения о проводимых торгах. Именно с этого сайта приставы берут всю информацию и размещают уже на своих сайтах. То есть заходим на сайт торги GoFru, главная страничка, нажимаем торги, и называется это реализация имущества должников именно на сайте, либо по-другому имущество от приставов. Давайте, наверное, прямо включу вам демонстрацию, и мы с вами посмотрим, то есть где, как посмотреть и, в принципе, чем мы пользуемся. Итак, переходим на сайт, то есть торги GoFru, и вот мы видим, да, то есть торги, реализация имущества должников. Кликаем по ней, не забываем нажать в процессе подачи заявок, и дальше, да, что мы смотрим, то есть местоположение. То есть мы всегда выбираем только местоположение, где мы находимся. Допустим, мы находимся в Томской области, я нажимаю выбрать и нажимаю поиск. То есть этого достаточно для того, чтобы оценивать лоты, да, то есть, ну, либо можете сузить, например, до реки ООНа, либо до района. Вот, например, Томск, Томск, город именно меня интересует. Все. Далее мы с вами смотрим, то есть что у нас здесь продается и по какой цене. То есть смотрим, смотрим, смотрим. Дальше. Заинтересовала нас, например, какая-либо квартира. Есть у нас, смотрите, лупа. Лупа – это быстрый просмотр. То есть это карточка торгов. Мы можем посмотреть, кто организатор, дата, время подачи, время окончания и так далее. То есть местонахождение, детальное местонахождение и так далее. То есть, например, размер задатка. Куда перечисляется? Можно открыть полную карточку лота. Это она вот вторая. Синий листочек с зеленой стрелочкой. И здесь уже более подробно все это расписывается. И здесь можно также ознакомиться с документами. То есть с аукционной документацией и все то, что организатор торгов для нас с вами приготовил. Да, то есть я думаю, что с этим понятно. На это много времени не нужно тратить. Ничего здесь такого прям нету, что как работать именно с муниципальным торгами, именно с сайтом. Теперь давайте мы с вами поговорим про законодательную базу. То есть какая у нас законодательная база есть и сколько мы с ней... Ну, то есть какая нам будет необходима. Итак, нам с вами будет необходим Гражданский кодекс Российской Федерации. Перечитывать его не надо, но любые торги выставляются на основании Гражданского кодекса. Дальше. 229-й федеральный закон об исполнительном производстве. С ним нам необходимо будет ознакомиться. То есть это те торги, то имущество, которое забирают за кредиты, за алименты и так далее. 102-й федеральный закон об апотеке. То есть это то, что находится в залоге либо в ипотеке. Также нам с вами необходимо будет просто ознакомиться с такими законами, как 152-й федеральный закон о персональных данных, 135-й федеральный закон о защите конкуренции, дальше 218-й федеральный закон о государственной регистрации недвижимости и 115-й федеральный закон о противодействии легализации и отмыванию доходов. То есть с этими необходимо будет всего лишь ознакомиться и знать то, что нам это все необходимо. На этом мое видео уже подходит к концу. Безумно рада, что вы его досмотрели до конца. Я думаю, что весь курс, да, то есть каждый, кто хочет зарабатывать, я думаю, что курс досмотрит до конца, потому что, еще раз говорю, он будет полный курс по арестованному имуществу, и он будет абсолютно бесплатно, абсолютно в доступе для каждого, выложен на платформе YouTube. Если вам понравилось данное видео, порекомендуйте его, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И до встречи в следующем видео.